Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнаул. Тихий, солнечный, осенний вечер, середина сентября. И хотя уже холодно, солнышко радует. И самое время проанализировать урожай этого сезона. Речь пойдет о помидорах. Помидоры все уже убраны. Оставлен всего один кустик, уголек он в тепличке. А остальные были все бланжевые и красные. И они сейчас с успехом доспевают в квартире. Урожай помидоров оказался вполне приемлемый. 21 ведро собрано, это очень хорошо. Для нас уж точно хватит. Тем более для эксперимента помидоры выращивал упрощенным способом, без ухода. Об этом рассказывал отдельно. И вот сейчас, по мере того, как плоды поспевают, обратил внимание на следующее явление. Вот эти помидоры, безусловно, сорта толстый джек. Обычно толстый джек, он круглый. Вот такого примерно размера. С обратной стороны он выглядит следующим образом. Очень хороший сорт. Много лет его выращиваю из собственных семян. Помидоры сладкие. И хотя они очень крупные, они довольно урожайные и неприхотливые. Замечательный сорт толстый джек. Выращиваю его безрассадным способом. То есть сею семена в грунт в начале мая. И он успевает поспеть на корню, но которые плоды не успевают дозреть на кустах. Они с успехом дозариваются в квартире. Вот такие плодики. И качество при этом никак не теряют. Так вот, я обратил внимание, что примерно 2-3 кустика толстого джека завязали вот такие помидоры. На первый взгляд это тот же толстый джек. Но если присмотреться, то можно обратить внимание, что он имеет такую своеобразную ребристую форму. Вот очевидно имеются ребра. Это вот, казалось бы, один плод. Но вот именно на этих кустах и другие плоды такие же. Все плоды с этих кустов выглядят именно так. Это хорошо видно еще и на зеленых плодах. Вот тоже видно они ребристые. И на красных плодах та же самая картина. На некоторых вообще очень четко видно. Вот этот помидор вообще имеет очень интересную шестигранную форму такую. А это тот же самый толстый джек. И вот теперь, глядя на эти помидоры, ломаю голову. Как же так получилось, что именно с этих двух-трех кустов плоды оказались вот такой странной ребристой формы. Если присмотреться, все плоды такие. Вот я их собрал отдельно. Кроме толстого джека, других сортов там не было. Это толстый джек из своих собственных семян. Вкус этих помидоров оказался очень хороший. Они, конечно, опробованы. Это не все помидоры ребристые. Это просто, чтобы показать, я сюда несколько штук выложил. А их было больше. Вот именно с трех кустов. Основные помидоры толстый джек, они круглые. Абсолютно нету никаких ребер. А вот именно эти кусты завязали ребристые помидоры. В чем же тут дело? Остается только предполагать. Может быть, кто-то подскажет какую-нибудь идею. Я предположил, что это может быть какая-то небольшая мутация. За много лет использование своих семян этих помидоров произошло. Или какое-то, может, было некоторое время назад случайное перепыление. Ну, как бы то ни было, из своих семян некоторое количество кустиков дало вот такие ребристые плоды. Ответа у меня по-прежнему нет. И я решил предпринять следующее. Оставить на семена парочку вот таких наиболее ярко выраженных ребристых плодов. Ну, вот этот, например, хорошего размера, хорошо поспел. Вот хороший плодик тоже, шестигранник своеобразный. Тоже оставлены семена. Я думаю, этого хватит. На следующий год высажу их отдельно, помечу. И понаблюдаю, что вырастет из этих плодов. Возможно, произошла какая-то изменчивость. Какие-то незначительные генетические отклонения. Не знаю. Это сейчас гадать можно сколько угодно. Но абсолютно точный ответ вряд ли, я думаю, удастся найти. Как бы то ни было, столкнулся вот с такой интересной ситуацией. Вот такие вот ребристые помидоры сорта тостый джек выросли. Ну и попутно покажу, как выглядит сорт тостый джек. Ну, а в частности, вот эти вот ребристые плоды в разрезе. Ну, а в разрезе эти плоды выглядят вполне достойно. Практически ничем не отличаются от круглых плодов сорта толстый джек. Повторюсь, не кислые, довольно сладкие. Очень хорошие плоды. Но толстый джек много раз я описывал и много раз его хвалил. Вот это как раз практически то же самое. Тот же толстый джек, только шестигранной формы. Или на плодах некоторое другое количество грани. А вдруг да появится какая-то новая разновидность толстого джека. Мутации и все такое. Природа иногда преподносит сюрпризы. И может быть появится какой-то новый сорт помидоров. Ну, хотя не специально, конечно, я этого добивался. Ну, посмотрим. В любом случае это очень интересно. В конце пожелаю огородникам тоже хорошего урожая помидоров. Кушайте их, получайте удовольствие. Всем всего самого доброго. До свидания.